Фиксируем глазки. Полюбик уже зафиксировали. И обязательно фиксируем перышки. Сергей Дьяченко берётся за работу только в том случае, если ветеринары уже бессильны. Вот уже 30 лет это и хобби, и заработок. Будучи студентом, попала в руки книга «Токсидермия» и началось. В классе седьмом, наверное, первую ящерицу сделал. Паралон, тройной деколон, высушил, лаком покрыл. И вот это было первое чудо. С чего началось, не знаю. Какое-то влечение просто. Ну а потом биохим, абакан. Во время создания чучела Сергей ощущает себя в некоторой степени скульптором, художником. Говорит, животным и птицам он даёт вторую жизнь. Специально для поделки зверей никто не убивает. У каждого трофея своя история. Звонит женщина с кордом. И говорит, Сергей Николаевич, у меня какая-то птица в капкан попала. До этого, говорит, курица утаскивала. Ну попала в капкан, попала. Чё, приехала она уже на издохе, на последнем дыхании. Ну и забрал. Птица-хищник, что наведалась в курятник, оказалась ястребом-тетеревятником. Эта редкая птица и занесена в Красную книгу. Чучело нельзя сделать быстро. Эта кропотливая работа, самая главная в экспозиции – взгляд. Кстати, глаза мастер научился делать самостоятельно из стеклопластика. Чучело Сергея известны не только в Курагинском районе, но и по всему Красноярскому краю. Его скульптуры стали экспонатами музеев и интересными интерьерными аксессуарами. За мою уже многолетнюю бытность руководителем предприятия, ну, видел ни одного, ни двух таксодермистов. Но один из лучших, потому что он всё время в творчестве, всё время старается, всё время его мастерство растёт. Вот мы вместе как бы сотрудничаем. Он ещё, так сказать, у нас является охотником, и поэтому его изделие является украшением, визитной карточкой нашего предприятия. Привезут с Африки крокодила, сделаю крокодила. То, что имеет перья, кожу, всё можно сделать. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.